Всех очень интересуют обычно эти ароматы, прям какой-то восторг внутренний вызывают. В общем, появляется сразу же улыбка. Да, да, да. И самое интересное, всегда наблюдать за тем, как вот этот вот спор. Ой, прямо так и пахнет. А ты-то откуда знаешь? Надеюсь, наше видео не заблокирует. Да. Столько раз говорить про Клеплю. Не проехаться по Блэк-Авгану, а то и сказать, день плохо прошел. Всем привет, я Даша. Я Лена. И это канал просто о парфюме, где мы рассказываем про нишу и парфюмерию. И делимся своими впечатлениями. Не забывайте подписываться на наш канал, оставлять комментарии, ставить лайки. Нам будет очень приятно. Сегодня мы решили снять ноту, рубрика «Нота в ароматах». Наркотическая. Да, необычная. Сегодня мы будем рассказывать про ароматы с нотой канапли, каннабиса. В общем, называйте, как хотите. Всех очень интересуют обычно эти ароматы. Прям какой-то восторг внутренний вызывают употребители. Иногда, когда предлагаешь ароматскую наплёг, говоришь, ароматскую наплёг. Нет, нет, не надо. А мы наоборот. Давайте. А если меня остановят гаишники? Да, в общем, куча шуток, куча, не знаю, всяких интересных, смешных моментов, когда клиентам предлагаешь ароматы с канаплёй. А мужчин появляется сразу же улыбка. Да, да, да. И самое интересное всегда наблюдать за тем, как вот этот вот спор. Ой, прямо так и пахнет. А ты-то откуда захочешь? Да, вот этот вот всегда спор, удивление. Поэтому давайте начнём. Мы знаем, кто пробовал, а кто нет. В общем, да. Ну что, поехали? Давай с моей стороны. С моей стороны Монсера, в принципе, известный аромат, который называется Хинди Куш. Гуглила, и там было написано, что это целый сорт конопли. Что не зря он так назван, этот аромат. В составе пачули вместе с коноплёй и амбра. Будем порыскать. Нет. Не будем. В общем, в целом я бы не сказала, что здесь прям такая очень явная. Ну, коноплю тут надо ещё носом поискать. Да, да, да. Неявная нота конопли, но аромат интересный. Можно носить на каждый день, никто вас не остановит. На моей коже он сначала пахнет немного жвачкой. Не знаю, почему так, но прям ассоциация с жвачкой в раскрытии становится тяжелее. Он очень-очень яркий, очень стойкий, очень шлейфовый. Но на любителя я бы всё равно назвала. Ну, вообще, я считаю, что в целом все ароматы с данной ноты на любителя. Надеюсь, наше видео не заблокирует. Да. Столько раз говорить про коноплю. Да, поэтому осторожнее пишите комментарии под этим видео. Некоторые комментарии, где есть слово конопля или каннабис, почему-то не показывают YouTube. Да, блокируют. Но мы увидим. Да. Следующая сторона, с моей стороны, ароматы это от лаборатории Alphativa. Аромат называется Казюмель. Он уже был у нас в каких-то подборках, насколько я помню. Да. Здесь конопля с сандалом. Она такая сладковатая, немножко даже напоминает аромат кокоса, почему-то вот когда вот такое смешение. Ну, конопля тут даже, мне кажется, больше сандалов. Да, да. Тоже носом надо поискать. Коноплю. Ну, очень вкусный. На коже, кстати, можно услышать коноплю, потому что на коже он играет. Он то сладкий, то как раз такой зелёный больше. Следующий аромат в целом вообще не нуждается, мне кажется, в представлении. Самый известный аромат, в котором есть конопля, это Блэк Афгана, составящий ладан. Я, кстати, больше слышу в нём ладан. Я тоже. Недавно уже говорила о том, что для меня Блэк Афгана пахнет чернилами. Я поняла, чем он для меня пахнет. Не знаю, почему-то так. Тяжёлый аромат. Тоже вас никто не остановит. Да. Никто не попросит никакие наркотические тесты проходить, если вы будете носить Блэк Афгана, поэтому можно спокойно его использовать. Кстати, у нас тут уборка стоит, знаешь, самые конопляные, они такие в глубине. Надо их ещё дойти до них. Ну, у меня сейчас самый конопляный аромат будет, тоже классика из этой коллекции, можно сказать. Это Killian Smoke for the Soul, аромат конопли, он такой больше зелёный, чайный, такой прям ассоциацией, может, даже как немножко в лесу. Из конопли. Мне кажется, надо считать, сколько раз мы скажем это слово. Счётчик. Для тех, кто любит чистую, можно сказать, чистый аромат зелёный, зелёный конопли, не сушёный, этот аромат сто процентов понравится. Следующий аромат, эликсир наркотик, если честно, для нас, Лена, это было открытием, что там оказывается не просто так в названии слова наркотик, это Серджи Дю Монтен, я, кстати, не сказала. Вообще, для нас он всегда имел аромат земляники, казалось бы, но на самом деле в составе гранаты и конопля, и когда мы об этом узнали, я начала более-менее как-то это чувствовать. Мозг начало по-другому воспринимать, работать. Неплохой аромат, но нелюбимчик, конечно, нелюбимчик. Тоже не сильно здесь ощущается конопля. Больше гранаты, мне кажется. Больше гранаты, да. Горько-сладкий. Но, насколько знаю, аромат очень комплементарный на женской коже, хоть он и сначала такой немного отталкивающий, но в целом можно попробовать. К нему с Дашей очень долго привыкали, когда он пришёл. Следующий, у меня тут прям конопляные пошли. Это от Pierre Guillaume. Аромат называется Cos. Да? Да, Cos, Cos, Cos. Здесь даже больше, мне кажется, не конопля, а такой гашиш. Почему-то вот сначала у меня в голове отложилось, что по описанию сайтов там был гашиш. И даже где-то было написано, что парфюмеру разрешили официально его использовать в аромате. Но сейчас в пирамиде написано, что конопля. Трогантика. Трогантики не разрешили использовать в алгоритмах. Гашиш. Но для меня тут больше, мне кажется, гашиш, чем конопля. Ну да, он такой сладковатый. Даже немножко такой ореховый для меня. Потому что в нашем представлении конопля для нас более зеленое что-то, да, свежее, а здесь больше сладость. Вот, кстати, то же самое я чувствую в Black Afghan. Тоже сладковатый? Да. Тут должны даже больше спачули. Конопля спачули. Да. Такой землянистый оттенок, но не зеленый. И тоже очень-очень-очень сильный. Ну, все ароматы, как мы поняли, с этой нотой очень сильные. Следующий аромат, не очень известный, это ренье, называется Bihic. Здесь, в принципе, классический состав для таких ароматов, это... Конопля. Конопля, пачули, древесные ноты, да. Полный табак, да, табак еще. Ну, здесь уже более отчетливо слышится такая зеленая, горьковатая нота для меня. Перчик, как будто бы, вроде. Да, перчиком пахнет. Перец, пачули, немножко конопли. Ну, коноплю-то тоже надо поискать. Да, ну, очень приятно, кстати. Для меня он вообще ближе по звучанию к Блэк Афгана, и такой же сильный. Да, мне кажется. Здесь я чувствую какую-то перчинку. Мне вот он больше нравится, чем Блэк Афгана. Благородний звучит. Не такой избитый, можно сказать. Не проехаться по Блэк Афгану, это, кстати, день плохо прошел. Следующие два аромата, может, сразу же про два. Так, это Вертус, Наркозис и Ричард Грин Вайрус, зеленый вирус. У них идентичный состав. Конопли тут нет, но пахнет коноплей. По составу тут для нас ярко слышимые ноты. Это манго, кофе и ревень. И, может быть, за счет ревня вот такая горькая зеленая нотка прям очень напоминает аромат конопли. Ну, такое больше с манго, с фруктовыми такими нотками. Я за своим носом заметила такой момент, что иногда мне вообще, я не чувствую этой конопли, вот совсем никак. А иногда я прыснула и в каком-то шлейфе как-то вот, не знаю, подошел как-то аккуратно. И ты прям слышишь только коноплю. Это очень интересно. По крайней мере, ну, бывало так несколько раз. Следующие ароматы тоже, в принципе, можно показать вдвоем. Таких два брата. Это Бойс 1920. Первый зелененький это Каннабис классический. И Каннабис фруктата. Соответственно, понятно, что здесь Каннабис с фруктами, здесь чистый Каннабис. Очень интересный и классный аромат. И, наверное, они больше всего вызывают обычный восторг у клиентов. Да. И очень много комплиментов получают именно по Каннабису зелененького. Мужчинам классно заходят. Даже женщины берут и все довольны. Он сильный, убойный. Аромат Каннабис? Чисто Каннабис? Да. Мне кажется, он даже ближе Killian Smoke for the Soul. Но еще более зеленее даже. Да. И если вам нравится Каннабис, то вам точно понравится Береда. Open Sky, да. У нас, к сожалению, его нет. Он закончился. И последние, мне кажется, месяца два-три его тяжело достать. Кто-то его распиарил. И начался какой-то хаос с этим ароматом. Да, очень интересно, потому что до этого никто особо на него не обращал такого пристального внимания. Всегда, ну, Каннабля и Каннабля, ну и ладно. А сейчас как-то вот все активизировались. Всем очень интересно, что это за Open Sky. Но для меня вот он ближе к Каннабису. Абсолютно. Можно не ждать его, когда он появится, и взять себе Каннабис. Копить Каннабис. Ну что, надеемся, что это видео было для вас интересным в первую очередь. Для мужчин, мне кажется, даже больше интересно будет. Пишите в комментариях, может быть, у вас есть какой-то любимчик из нашей коллекции. Или, может, что-то не из нашей коллекции еще есть с ароматом Каннабли. Да. Может быть, просто какие-то наркотические ароматы, которые заставляют ваше сердце биться чаще. На этом, наверное, все. Ждите наших новых видео. Пока.